ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей Иванович, Андрей Иванович, ты... Андреич, какая шмар, это революция в медицине, это просто фантастика какая-то... Фантастика? Это, понимаешь, главврача в единственный выходной, понимаешь, на работу вызывать, вот это фантастика моя! Андреич, я говорю, революция в медицине, ну, это коренной, можно сказать, перелом, можно сказать. Вот я сейчас посмотрю, стоило ли из-за этой революции меня, понимаешь, будить выходной день, давай, открывай, понимаешь! Лечение смерти подобно! Умрём, но анализы не сдадим! Это, Андрей Иванович, что? Что делать? Может, не лично вызвать? Значит, так, снимай с себя быстро вот этот вот, вот этот вот халат, вот эту вот шапочку и тащи сюда две пижамы, две пижамы! Что-то мне подсказывает, что это на долг, да? Андрей Иванович, дело, дело говорит! Дело говорит, мужик, товарищи! Дело говорит! Белокалатник! Держи его, брат, брат! Нет! Нет! Говори его! Внутримышечно! Извините, я к вам. Я по вопросу поддержки малого бизнеса. О, замечательно, слушаю вас. Я хочу у вас кредит взять. На старикство такого не пришло платного туалета. Ну, на нужное, так сказать, людям дело. Ну что, малый бизнес, да, это сейчас актуально. Ну что, деньги есть, поможем. Давайте, готовьте бизнес-план, несите проект. Так, вот у меня проект с собой как раз. Да, с собой. Да. Вот здесь у нас вот писсуары. Замечательно. А тут унитаз. А, и унитаз. Да. Я боюсь, мы ничем не сможем вам помочь. Почему? Ну, как, ну, вы сами нарисовали. У вас же здесь, получается, не только малый бизнес, но и большой. Так что... Так что... Охрана, ровняйсь. Смерть. Молодцы. Это новая охрана нашего банка? Да. Охрану я подбирал лично. Подбор охраны хозяин должен делать лично. Лисович, извините. Это, это, это невозможно. Ну, на вашем месте я бы помолчал. Вы уже один раз подбирали охрану, и что? Я вам повторяю еще раз. Охранники в банке должны быть такие, чтоб далеко не убежали и много не унесли. Охрана, ровняйсь. Смерть. Направо. Шагом. Ох. Молодцы. Ох. Гражданка служащая, скажите, пожалуйста, я по поводу кредита мне... Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, к специалисту по кредитованию. Специалист. А где тот специалист? Как это? Я вас слушаю. А правда, что у вас клиентам бесплатно ручки дают? Вы за этим сюда пришли? Я в газете прочитал, что ваш банк кредиты дает. А какой кредит вас интересует? На приобретение жилплощади, автомобиля? Или, может быть, на бизнес? Ну, что вряд ли. Не, мне на... на эту... На что? На жизнь. Рублей... Пятьсот двадцать. Пятьсот двадцать. Ну-ка, да. Это банк. Да, это банк. Банк. А банк деньги в долг не дает вот так просто? Это... А мне дайте сложно. Нужен залог, понимаете? Нет. Ну, заложить надо что-нибудь. Ага. Заложить? Да. А это не... Не это. Заложить, а это я... А! Начальника могу своего заложить. Человек, он, конечно, неплохой. Но деньги очень нужны. Закладная. Ну, вы меня хоть убейте. Ну, я... Я больше на этом судне в море не пойду. Ну, я не пойду. Ну, тем более в Японию, Семен Аркадьевич. Что ты, крабик, крабик уходит. Крабик, креветочки. Что ты, в самом деле? Ну, что ты? Остальные суда не видел. А твое... Оп. Ах, еще ничего. Старенькое он походит. Мы его модернизировали. Ну, хорошо, хорошо. Семен Аркадьевич, а название? Ну... Крабик. Ну, название. Я же с таким названием по три дня не могу ни в один японский порт зайти. Ну, Семен Аркадьевич. Креветочки. Что название? Ну, что название? Ну, скажи мне. Как что? У меня же судно называется Пятидесятилетие образования Ленинского комсомола Молдавии. А что это за название? Ну, сейчас все-таки другое время, Семен Аркадьевич. Да. Ну, надо как-то, ну, переименовать по-современному. Как-то в духе времени. Слушай, ну, я просто с этими крабиками, креветочками... Ну, я забыл, ну, извини. Мы же ж его переименовали. Да вы что? Конечно. Это судно пойдет в рейс под новым, современным именем. Ну, слава богу. Спасибо вам. И как оно теперь будет называться? Ну, как-то вот, как ты хотел. Просто по-современному как-то. В духе времени еще. А вот. Восьмидесятилетие образования ленинского комсомола Молдавии. ПОЁННЯ СТРАНИЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Гражданин Тюлькин, только что вы получили взятку от посетителя. Я... Как вам? О-о-о! Что у вас в этом конверте? А в этом? Да-да-да. Деньги. Побойтесь бога. Это пособие у меня по изучению английского языка. Какое еще пособие? Вот такое. Могу и вам порекомендовать. Я как раз занимаюсь произношением. И тут сразу... К примеру. Фифти долл. Фифти долл. Фифти долл. Пока Тюлькин очень плохо. Да, пока плохо. Хорошо. Ван хандрид долл. Ван хандрид это... Ван хандрид это... Ван хандрид. Уже лучше. Но пока все-таки плохо. Плохо. А можно лучше. Во сколько раз лучше? В десять раз лучше. Побойтесь бога. В десять раз? Да. Хорошо. Ван хандрид долларс. Ван хандрид долларс. Окей? Окей. Я тоже немножко подучу. Ван хандрид. Ван хандрид. Ван хандрид. Ван хандрид долларс. Долларс. Учение – дело полезное. Да. Я на следующей неделе опять зайду. Зачем? Повторение – мать учения. Андерстенд? Yes. Бай. Бай-бай. А, холодно, да? А папе знаешь, как холодно? Ну ладно, иди побегай, папа разрешает. Хорошая собачка. О, это... А она газетки приносит? Газетки она не приносит. А я свою научил. Молодец. А тапочки, тапочки она приносит? И тапочки она не приносит. А... Не носит она мне всякую чушь. Не умеет она. А моя все на лету схватывает. Ну, хотя бы вот мячик. Ну, мячик она приносит. И мячик она не приносит. Опа! Ай, глянь! Ай, глянь! Ай, папа, рыпы! Ай! 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 Что ты мне принесла? Тебе, папа, что говорил? Норковую, норковую шапку. Ну, на крайня гонда травую. У папы уши мерзнут. А ты что? И на размер больше. Понятно? А? Ну, хорошо, она два размера. А тапочки не приносит. А ты что? Сосед! Здорово! Что, заболелся? Ну, говори! Нет. Я здоров. А что такой грустный? Ну, говори! Я не грустный. Че, ты такой квелый. Активнее, активнее. Активнее надо быть. Вот так, вот так, вот так. У тебя вообще животные какие-то дома есть? Нету. О! 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 А у меня в детстве было. Две собачки, четыре косточки, три хомячка. Так я с ними за день, как белка в колесе. Во! На всю жизнь зарядился. Вот так, вот. Вот. А у тебя-то кто-нибудь был? Ну, говори ты! Были. Были. Кто? Черепашки. Семь штук. Извини, я в магазин бегу. Лицевая. Изнаночная. Здорово, его высочек! Золушка, это ты. Я узнал тебя. Наконец-то собирайся. Принц. Спасибо. Я не могу. Ну что ты, Золушка, я же все знаю. И про фею. И про двенадцать часов. И про тыкву. И про то, как кони превратились в мышей. А кучер в крысу. Это все ерунда. Поехали во дворец. Одна лицевая. Спасибо, принц. Ну, я уж как-нибудь. Как-нибудь тут. Тут. Как же так? Я ее целый год искал, а она... Ты что, собираешься оставаться здесь? Вот в этой вот конюшне? Это от коней. Как бы вам объяснить, принц? Ну, в общем, подвела меня фея. Дело в том, что в двенадцать часов ни кони не превратились в мышей, ни кучер в крысу, Так и живу тут целый год с ними. С конями. А главное... С кучером. С кучером. С кучером.